Вопроса по КТРК в повестке дня комитета по социальным вопросам вроде не было. По крайней мере на сайте парламента его нет. Но по настоятельной просьбе лидера фракции Атамикен вопрос этот включили в повестку и решили рассмотреть в приоритетном порядке. Умирбек Черкешевич считает, что общественная телерадиовещательная корпорация не объективна по отношению к нему. Больше всего недоволен главный социалист тем, что канал показал сюжет об объеме его имущества. Вот, например, Албек. Мэр. У него 32 участка. Я сам посчитал. На жену оформлено 100 гектаров земель. Давайте, проверяйте все это. Когда их купили, трансформированы они или нет. Именно там коррупция. Купить землю подешевле, а потом продать в 10 раз больше после трансформации. Илим, выясняй все это. Тикибаев выступил дольше оговоренных 10 минут и тогда слово попросил представитель президента в Джогуркукинеше Молдакун Абдулдаев. Он посчитал, что комитет превратили в арену политических игр. Вот сижу в комитете и вижу, что он рассматривает совершенно другие вопросы. Превращают его в политическую арену. Показываете здесь выдержки из новостей. Они касаются Умирбека Черкешевича. Если у него есть какие-то документы, то он мог бы обратиться в соответствующие органы и там поставить точки над «и». Зачем превращать комитет в арену политических игр? Генеральный директор КТРК Ильим Карбеков, которому были адресованы претензии лидера Томикена, обещал принять их во внимание. Я могу ответственно заявить, что сотрудники КТРК делают все, что в их руках, чтобы выдать полноценную разностороннюю информацию. Когда происходят политические события, разногласия между политическими группами, им приходится весьма тяжело. Текебаев упомянул и про вновь открывшийся круглосуточный телеканал «Алато-24». По его мнению, канал намеренно повторяет критические сюжеты в его адрес. Ильим Карбеков объяснил, что это не совсем так. Дело в специфике круглосуточного телеканала. На прошлой неделе снова и снова выдавали материалы. Когда открывался канал «Алато-24», я пришел, пожелал удачи в работе. И каждый день выдают информацию, что Текебаев мародер, и он способствовал побегу Кадырджана Батырова. Текеба мародер, и он способствовал, что Текеба мародер, и он способствовал, что Текеба мародер. Это не специально против вас. Своё мнение по сложившейся ситуации высказали и другие народные избранники. «Если мы хотим, чтобы страна развивалась, мы должны жить в согласии. И у Амирбека Черкешевича, и у Алмазбека Шаршеновича большие заслуги перед Отечеством. Давайте их сближать, призывать к диалогу, разговору, а не усугублять ситуацию. Давайте остановим это». «Я согласна здесь с представителем аппарата президента. Мы немного увлеклись тем, что превратили наш комитет в политическую арену. Может быть, это где-то понятно с тем, что сейчас происходит. Но мне кажется, нужно кому-то остановиться в данный момент. И вот эти заочные какие-то обвинения прекратить. И нужен разговор такой тет-а-тет, чтобы разобраться. А я думаю, Первый канал сделает определенные выводы». Депутаты предложили, чтобы в КТРК уделили внимание правильной с их точки зрения «Подача материалов на политические темы». Социал-демократ Евгения Строкова считает, что так действовать должны не только государственные СМИ, но и частные. «Тогда пусть именитые люди, политики в первую очередь, стараются все свои претензии и свои выступления нести именно туда, а не использовать тогда частные каналы. А то, получается, на частных каналах можно вылить все, а ведь люди чаще всего, они, простой народ, они не понимают, где частный канал, где общественный, государственный канал. Они все это воспринимают как за чистую правду. Так что вот здесь тоже надо какую-то грань найти, для того, чтобы было действительно все объективно». В итоге комитет решил, что вопрос объективности или необъективности КТРК должен рассматривать Общественный наблюдательный совет и окончательное решение теперь за ним.